Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, мне после столь блистательных докладов Евгения Наумовича, Евгения Владимировича, Фёдора Владимировича практически ничего не остаётся, как изложить буквально актуально и остановиться на каких-то актуальных моментах, касающихся комплексного подхода в лечении больных АЛК-позитивным мекоклеточным раком лёгкого с метастазированным головным мозгом. Актуальность данной темы не вызывает сомнений, поскольку метастазы центральную нервную систему составляют порядка 20 случаев на 100 тысяч населения в год, что превосходит заболевания первичными опухолями головного мозга 5-10 раз. И лидирующую позицию, безусловно, здесь занимает рак лёгкого. Количество больных с метастазами в головном мозге неуклонно ежегодно растёт. Это, прежде всего, связано с более длительной выживаемостью. То есть больные стали практически доживать до метастазов в головной мозг, вследствие улучшения системной терапии экстракраниального поражения, а также совершенствования методов диагностики патологии головного мозга. Клиническая картина метастатического поражения может развиваться как за считанные минуты, так и мы никогда можем и не узнать о наличии факта метастазов в головном мозге. Варианты клиники могут быть так же, как напоминать инсультоподобный вариант с нарастанием очаговой и общемозговой симптоматики. Это может быть и прогрессирование, прогрессирующее нарастание общемозговых и очаговых симптомов, а также классическая менингиальная триада, когда выражены болевой синдром, выражены головные боли, соответственно рвота фонтаном, а также, к примеру, ригидность затылочных мышц. И хотелось бы сказать, что при выборе тактики лечения больных с метастазами головной мозги, прежде всего мы придерживаемся комплексного подхода, и здесь определяющими факторами является наличие и отсутствие экстракраниальных метастазов. Если экстракраниальные метастазы, то есть метастазы вне головного мозга, хорошо контролируемы, но есть неврологическая симптоматика, безусловно, первым этапом в этой ситуации роль отводится хирургу. Также колоссальная роль хирургического лечения при метастазировании в головном мозге имеет место, когда, соответственно, у нас нет, предположим, значимых экстракраниальных метастазов, но есть метастазы в головном мозге, которые сопровождаются выраженной неврологической симптоматикой. И, безусловно, в данной ситуации превалирует хирургическое лечение. Когда же нам хирурги, осмотрев пациента, говорят, что пациент может рассмотрен и есть все показания для лучевой терапии, у нас есть несколько значимых опций. Это, прежде всего, облучение всего головного мозга, а также, причем этот метод имеет в целом свои значимые ограничения. Мы знаем, что существуют радиочувствительные метастазы в головной мозг, к ним относятся и герминогенные опухоли, и мелкоклеточный рак легкого, также обладают чувствительностью к лучевой терапии и рак молочной железы, неходшинская лимфома. А вот радиорезистентный мы никогда не получим ответа на облучение всего головного мозга при больных с меланомой, почечной клеточной карциномой и саркомой. При этом само по себе облучение всего головного мозга проводится на любых типах линейных ускорителей или гамма-терапевтических аппаратах. Причем хотелось бы сразу сказать, что режимы могут быть различны, но совершенно точно уже известно, что увеличение дозы за фракцию приводит к росту вероятности лейконцефалопатии и деменции. И самое важное, что повышение суммарной очаговой дозы не приводит к росту выживаемости. Но вот добавление радиохирургического буста повышает выживаемость пациентов с единичными метастазами. И что вот еще важно, что само по себе добавление лучевой терапии приводит к эффективному локальному контролю. И самое важное, что именно благодаря добавлению лучевой терапии на головной мозг повышает медиану выживаемость больных до 3-6 месяцев. И вот на настоящий момент в Институте онкологии имени Николая Николаевича Петрова широко развиваются методики радиохирургического лечения. В зале присутствует Михаил Маркович Гершович, который обладел в совершенстве данной методикой. И на аппарате высокоэнергетическом ускорителе «Навалис» в нашем институте выполняется данная методика. Хотела бы сказать, что это, безусловно, не инвазивное вмешательство. Возможность проведения радиохирургического лечения также возможна после курса лучевой терапии на весь головной мозг. Так же, как и после облучения всего головного мозга мы можем выполнять радиохирургическое лечение. Важно, что локальный контроль после использования данной методики составляет порядка более 90%. И что более важно, что радиохирургическое лечение эффективно при радиорезистентных опухолях, к которым относятся, я уже говорила, меланома, почечная клеточная карцинома, саркома. И эти именно опухоли, они высоко чувствительны к радиохирургическим дозам. Кроме того, хотелось бы сказать, что именно данная методика радиохирургического лечения, которая выполняется в нашем институте в рамках высокотехнологической помощи, она возможна и безопасна при глубоко расположенных или локализованных функционально значимых зонах мозга. И хотелось бы сказать, что в целом идеальный пациент, вот тут портрет пациента, кому показано радиохирургическое лечение, количество очагов не должно превышать 4, при этом размер наибольшего опухолевого узла не более 4 см, а размер остальных метастазов составляет не более 3 см. При этом допустимое смещение серединных структур головного мозга не более 1 см, и общее состояние больного должно быть относительно удовлетворительным. Причем хотелось бы сказать, что сама в себе процедура занимает небольшой промежуток времени в целом, и их включает основные 4 этапа. Прежде всего, это фиксация тремя основными масками. На слайде представлен первый этап. Далее происходит, соответственно, выполняется пациенту стереотоксическая магнитно-резонансная томография. Далее планируется лечение, и как результат больному выполняется радиохирургическое лечение. Доза адефакционного облучения зависит от размеров опухоли. При размерах не более 2 см в среднем доза составляет 24 гры, а при размерах очага от 3 до 4 см доза составляет порядка 15 гры. Результаты представлены на слайде. Благодаря данной методике мы получаем хороший локальный контроль очагов в головном мозге. И хотелось бы сказать, а сегодня уже Фёдор Владимирович блистательно представил результаты, свидетельствующие о том, что именно лучевая терапия улучшает проникновение ЛК-ингибиторов, основных препаратов для больных неблагоклеточным рамком лёгкого с данной активирующей мутацией. При этом хотелось бы сказать, что у 46% больных преимущество наблюдается именно преимущественное поражение головного мозга. Что это за гематоэнцефалический барьер? Здесь патологи спорят, но тем не менее, почему он существует? Потому что, по сути, ткань головного мозга чужеродна для нашего организма. И благодаря сверхплотным контактам антитела к собственной ткани головного мозга не проникают. Кроме того, также функции гематоэнцефалического барьера включены и поддержание гомеостаза, это и высокоселективный фильтр, и защищает нервную систему, то, что я говорила, от микроорганизмов, а самое главное – избирательная проницаемость. И вот именно то, что я подчёркиваю, что крайние, самые плотные контакты, особенность церебральных сосудов. Но что же происходит, когда метастаз в головном мозге сформировался? Опухолевые клетки, экспрессирующие макиновый трансмембранный рецептор, селективно привлекаются в головной мозг, продуцирующий в большом количестве стромальный фактор роста. И в результате, если метастаз в головном мозге сформировался, гематоэнцефалический барьер открыт, но недостаточно широко. И ранее, до эры тагетной терапии, использовались ряд цитостатиков, в том числе и препараты, такие как иломустин, и цисплотин, и цитимозоламид, и также эффективные препараты, такие как метатриксат, венкристин, циклофосфамид, этапозит. Безусловно, крайне актуально для пациентов с метастазами в головном мозге, безусловно, назначение адекватной противоотечной терапии препаратами, относящейся к группе кортикостероидов, доза которой варьирует, и, безусловно, симптоматическая терапия. Но, безусловно, цитирую слова учителя Михаила Чегешиновича, что в последние десятилетия химиотерапия развивается очень бурно. Созданы препараты, резко увеличивающие эффект лечения, но надо помнить, что, хотя химиотерапия – штука важная, но она не решает всех проблем. В частности, было достаточно интересное исследование, которое показало, что попытка улучшить, не всегда добавить что-то к имеющимся рекомендациям, приносит результат. Так вот, добавление этимозоламида, казалось бы, радиосенсибилизатора у больных не имел к оклеточным ракам лёгкого, не привело к желаемым результатам. И обратите внимание, эти результаты были доложены на ЭКО в 2015 году, что при отсутствии значимой токсичности между группами, тем пациентам, которым к лучевой терапии добавлялся этимозоламид, то у них медиана общей выживаемости была на 4 месяца меньше, чем те больные, которые просто подвергались лучевой терапии на весь головной мозг. И на настоящий момент для больных с АЛК-позитивным раком лёгкого, не мелкоклеточным раком лёгкого, безусловно, основная позиция этой тагетной терапии – это неоспоримо. Я уже не буду останавливаться на той доказательной базе, которая успешно это подтвердила, но хотелось бы сказать, что то исследование «Профайл», о котором уже говорил Фёдор Владимирович Моисеенко, в этом исследовании было показано, что те больные, которые ранее подвергались лечению по поводу метастаза в головной мозг, у них контроль эффективности процесса был значимо выше, достигал в ряде случаев 80%, а контроль над симптомами заболевания включал и стабилизацию, и полный регресс, и частичный регресс был значимо выше. Причём наблюдался как в первые 12 недель, так и в последующие 24 недели. Это отразилось и в продолжительности клинически значимого ответа, и крайне важно для именно этой категории больных. И вот, к вашему вниманию, представляется клинический случай. Женщина 56 лет, у неё был пропальпирован левый надключичный узел. По данным компьютерной томографии, верхней долей левого лёгкого этот узел также отмечался узел, а кроме того, отмечались увеличенные лимфоузлы средостения. После биопсии надключичного лимфоузла была подтверждена аденокарцинома, обследована, и, соответственно, при отсутствии GFR-мутации была выявлена АЛК-мутация. И, соответственно, больная получала химиотерапию с исплатином в комбинации с гемцитабином, лучевой терапией был достигнут полный регресс. Через 2 месяца прогрессирования были выявлены метастазы в головном мозге. Больная была подвергнута радиохирургическому лечению. Затем через 4 месяца прогрессирования, бессимптомные метастазы в головном мозге, при этом также средостенные и параортальные лимфоузлы. Больной была назначена, соответственно, кризотениб в дозе 250 мг 2 раза в сутки. И на слайде представлены результаты позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, до начала кризотенибом и через месяц. Вы видите, что он не накапливает глюкозу, меченную изотопом, после проведенной таргетной терапии кризотенибом. Хотелось бы сказать, что этот эффект сохранялся и через 11 месяцев. На слайде представлена динамика через 3 недели после начала терапии кризотенибом. Вы видите, какие колоссальные результаты. Кроме того, второй случай также наглядно показывает, как длительно сохраняется эффект кризотенибом у больных с метастазами в головной мозге. И именно когда, имея достаточно большое количество пациентов, которые наблюдаются по поводу метастаза в головной мозге, наблюдается такая для меня личная корреляция, так же, как и для больных, и R2-позитивным раком молочной железы, у которых именно значение таргетной терапии направлено на конкретную мишень, позволяет эффективно контролировать как и экстракраниальные, так и интракраниальные метастазы. Тазы позволяют значимо увеличивать продолжительность жизни данной категории больных. Следующий клинический случай. Мужчина, который никогда не курил, у него в сентябре 2012 года появились жалобы на кашель, он потерял в весе, были отмечены увеличенные правые акселярные лимфатические узлы. По данным компьютерной томографии был выявлен правосторонний поливрит, узлы правым легком, увеличенные средостенные акселярные лимфатические узлы. По данным биопсии была выявлена мутация ЛК, больной получил 4 цикла полиохимиотерапии по схеме карбоплотин с пиметриксидом, далее было выявлено прогрессирование. После локального контроля в результате плевродеза и назначения таргетной биологически направленной терапии кризотенибом 250 мг 2 раза в день был достигнут полный ответ в течение 17 месяцев. При этом множественные симптоматические церебральные метастазы уже появились на 18 месяц после лечения кризотениба. И здесь, соответственно, учитывая, что сохраняется частичный ответ вне метастаза в головном мозге, то пациенту, соответственно, назначается лучевая терапия на весь головной мозг и продолжен прием кризотениба. Сохранялся частичный ответ, но уже после трех месяцев после лучевой терапии появляются новые церебральные метастазы. И, соответственно, пациенту дальше в рамках клинического исследования назначается альктиниб в дозе 600 мг внутрь 2 раза в день и достигается полный интеркраниальный ответ в метастазах головного мозга. Контроль над болезнью в результате такого таргетного подхода составляет порядка 3 года и 3 месяца. А напоминаю, что без лучевой терапии больные не прожили бы и месяцы. Лучевая терапия добавила бы дополнительно 3 и 6 месяцев, а благодаря таргетной терапии больные получают возможность достаточно длительному и эффективному продлению жизни. В настоящий момент исследуется, безусловно, следующее поколение ЛК-ингибиторов, поскольку основная проблема – это резистентность к проводимой терапии. Сегодня блистательно было показано, и Евгений Наумович давал нам объяснение, что именно есть субстрат, на который можно воздействовать. И сейчас изучается ряд препаратов, направленных на преодоление резистентности к мутации – это ицеретениб, это ибриготениб, и лорлотениб. И хотелось бы сказать, что в настоящий момент на территории Российской Федерации зарегистрирован у нас всего один препарат – это кризотениб. Всего FDA у нас непосредственно зарегистрировало, по сути, у нас получается два препарата – это альктиниб и церетениб. И альктиниб зарегистрирован в настоящий момент только в Японии. На территории Российской Федерации у нас, соответственно, извините, кризотениб на территории Российской Федерации зарегистрировано. Всего три таргетных препарата зарегистрировали в FDA – это кризотениб, экзеретениб и альктиниб. И, опять-таки, достаточно интересные клинические случаи. Собственными случаями в рамках клинических исследований мы делиться не можем, но те результаты, которые опубликованы на настоящий момент, мы можем предоставлять их к вашему вниманию. Так вот, достаточно интересный случай был подобран нами. Что у пациента на фоне терапии двух месяцев кризотенибам, это препарат, направленный на преодоление резистентности при АЛК-мутации, при терапии пациентов, которые уже получали кризотениб, на фоне терапии кризотенибам достигнут значимый эффект длительностью корониального ответа более 19 месяцев. Кроме того, клиническая эффективность достаточно интересного препарата лорлотениб, направленного как при наличии мутации АЛК, так и мутации РОС, причем пациенты, значимо получавшие несколько линий лекарственного лечения. Посмотрите, достаточно интересные результаты, когда при назначении препарата у пациента, который уже получал несколько линий таргетной терапии, достигается в течение нескольких месяцев полный контроль над метастазами в головном мозге. Кроме того, еще один достаточно интересный клинический случай – это регресс лептоменингиальных метастазов. Пожалуй, самый неблагоприятный прогноз у пациентов, которые имеют именно метастазы по мягким оболочкам головного мозга. Так вот, обратите внимание, что после трех линий АЛК-теразинкиназными ингибиторами, которые включали и кризотениб, и церетениб, и электиниб, у пациента достигнут значимый эффект контроля над поражением метастатическим процессом. И, соответственно, нам надо, конечно, представлять, куда мы движемся, какие мы можем получить результаты. И в настоящий момент из препаратов, конечно, зарегистрированных, мы имеем только кризотениб, но имеем два препарата, которые эффективно преодолевают резистентность кризотениб. Это и церетениб, и лорлотениб. И, безусловно, я цитирую слова основоположника отечественной онкологии Николая Николаевича Петрова, которому 14 декабря этого года исполнилось бы 140 лет, что больной – это всегда человеческая личность со всеми ее сложными переживаниями, а отнюдь не без личной случаи. И, безусловно, качество жизни, наряду с общей выживаемостью, критериями оценки выживаемости, является основополагающими для эффективности и для лечения наших пациентов. И что мы вкладываем в качество жизни? Потому что мы много о нем говорим. Это включает и физическое благополучие, и социальное благополучие, психологическое благополучие, и духовное благополучие. То есть те пациенты, которые лечатся, предположим, разными методами, но в результате достигаются один и тот же эффект. Один пациент может и любить членов своей семьи, ходить на работу, ходить в театр. Другой же пациент вследствие различных проявлений на фоне проводимого лечения, малоконтролирующих побочных эффектов, не может позволить себе все эти важные составляющие жизни. Это, в принципе, все это и вкладывается в качество жизни. И если на ранних стадиях у пациента сохраняется духовное и физическое благополучие, то на более поздних стадиях пациент представляет собой потерянную, разрозненную личность. Даже не личность, а это уже глубоко больной человек, при котором все составляющие духовное и физическое, социальное и психологическое благополучие разрушены. И, безусловно, ни одно клиническое исследование, ни один препарат не будет зарегистрирован, если так или иначе значимо ухудшается качество жизни больных. А мы обратили внимание, что те побочные эффекты, которые характерны для кризотениба, их подробно описывал в своем докладе Фёдор Владимирович. Это и нарушение зрения, это и метагенный эффект, это и диарея, также повышение трансаминаз, могут быть еще ряд других побочных эффектов. Они отмечались где-то даже чаще в группе кризотениба. Но это, опять-таки, никак не отразилось, а наоборот, значимо улучшало качество жизни пациентов, так как приводило к эффективному контролю над симптомами заболевания по сравнению с пациентами, которые получали химиотерапию. И также это отразилось и на значительно большую продолжительность отстрочки наступления, ухудшения симптомов самого заболевания при применении кризотениба. И важно, что вот именно, что значительно, также отмечалось, значительно более выражено улучшение практически по всем аспектам функционирования больных при применении кризотениба. Это если касается аспектов физического благополучия, социального, ролевой функции, эмоциональной и когнитивной. И таким образом, хотелось бы еще раз отметить, что в настоящий момент единственный препарат для лечения больных с АЛК-мутацией немелкоклеточного рака легкого, безусловно, остается кризотениб. И прежде всего хотелось бы отметить, что при применении кризотениба было связано с улучшением выживаемости без прогрессирования заболеваний более чем в два раза, и частичный ответ также эффективно контролировался. Для больных с АЛК-мутациями характерна достаточно высокая частота метастазирования в головной мозг, составляющая порядка 40-50%, и обсуждается вопрос действительно о целесообразности превентивного облучения всего головного мозга, дабы затем эффективные препараты при назначении, было более эффективное назначение таргетных препаратов. И хотелось бы сказать, что именно назначение кризотениба по сравнению с химиотерапией также приводило к значимому улучшению качества жизни, и эффективно контролировало симптомы заболевания. Таким образом, возрастающая роль, сложность тех схем лечения, появляются новые знания, Евгений Научев нам сегодня блестяще продемонстрировал, касающиеся и молекулярно-генетических аспектов, и монологических аспектов. Подчеркивает все больше значимость мультидисциплинарной команды специалистов на всех этапах ведения больного от диагностики и противоопухолевого лечения до поддерживающей терапии, что было блистательно показано и отмечено в роли мультидисциплинарной команды в докладе, представленном одном из конгрессов. Благодарю всех за внимание, и мы приглашаем на конгресс форум, который пройдет с 22 по 24 июня в Санкт-Петербурге, и будет посвящен мультидисциплинарному подходу в лечении всех злокачественных новообразований. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Какие вопросы? Устали все. У нас еще время для дискуссии. Но мы дискуссию, по-моему, Евгений, нам очень блестяще ее проводили в ходе всего нашего мастер-класса, и многие вопросы мы были, освещались в процессе. То есть мы хотели сказать, что нам зачли дискуссию, нам уже зачли, да? Да, вам как председателю решать. Ну, согласитесь, в общем-то, все-таки как-то, когда вот смотришь на подобные ситуации в науке, в онкологии, задумываешься, что с одной стороны где-то и прогресс колоссальный, а помните по философии в институте учили, что каждая решенная проблема порождает множество новых, потому что с одной стороны, конечно, колоссальный прорыв по именно открыли мутации, когда специфические для препаратов, потом выяснилось, что пациенты очень здорово отвечают, и был такой элемент, ну, не то чтобы эйфории, но, по крайней мере, ощущение очень значимого прогресса. А сейчас, конечно, посмотрите, сколько проблем. Во-первых, диагностика, если и GFR довольно простая, ЛК-диагностика, как практика, показала сложнее. Честно говоря, сегодня впервые задумался о статистике, то, что Татьяна Юрьевна говорит, что даже через централизованные программы 15% пациентов просто без диагноза остаются, потому что не получается сделать. Я не знал эти цифры, честно говоря, но тоже заставляет задуматься, не говоря уже про логистику и прочее. Потом, конечно, согласитесь, то, что эффект временный перестал удовлетворять. Особенно это характерно для ЛК, позитивных раков, где все-таки большой процент в очень молодом возрасте. Здесь есть определенные аналогии с такими заболеваниями, наиболее социально драматичными. Третий момент, конечно, последовательность препаратов, но чего греха таить. Для нашей страны это вещи-то все менее и менее становятся доступными. У нас и основные препараты не очень получается каждому пациенту назначать. Это факты, с этим придется как-то считаться. Ну и все-таки лишний раз задумываю, что надо побольше проявлять какой-то активности, потому что довольно много инициативных испытаний идет, когда доступ к препаратам облегчен, есть всякие программы. В общем-то, в нашей ситуации крутиться надо искать такие возможности. Ну и, конечно, посмотрите, как изменилась ситуация в отношении метастазирования в мозг. Если, в общем-то, какое-то время, десятилетие назад это была, во-первых, менее частая ситуация, ну в том плане, что сейчас появилась целая новая группа больных категория герцептин, гефитиниб, кризатиниб, где метастазы в мозг стали основной причиной летальности. Раньше другая была распределение. Ну и лечение метастазов в мозг, честно говоря, раньше на таких больных просто старались не обращать внимания. Сейчас радиохирургия появилась, сейчас системная терапия появилась, какие-то эффекты дает. И получается, что с одной стороны ситуация, которая нуждается в обучении. Я не думаю, что все онкологи так уж себя уверенно чувствуют в отношении невропатологии, диагностики и так далее и тому подобное. Согласитесь, тоже, в общем-то, проблема, которую надо учиться решать. Да, был в результате мультидисциплинарной команды, вы совершенно правы. Ну, хочется закончить на какой-нибудь оптимистичной ноте. Название мне Теразинкиназа нравится. Даже название опухолей рекомендовали алкома, не просто опухоли, которые имеют алкотрансфакансий рак легкого, а просто объединяющий название. Но так как имеет общий корень с напитками определенного рода, то сразу согласитесь, как-то хочется на позитивный рак настроиться. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...